в которой представлены работы членов Объединения русских художников в Эстонии и также студии N, Центра русской культуры. И, в общем-то, сегодняшняя, можно сказать, выставка носит несколько внештатный характер, внештатный потому, что, скажем, в Объединении русских художников есть ежегодная выставка, последняя выставка, скажем, да, и сегодня несколько по-иному задумывалось. Ну, я продолжил серию «Сон в летнюю ночь», ну, конечно, там у меня любимая Дуняша, которая у нас уже где-то два года живет. У меня был такой, даже на одной из выставок, портрет. К 8 марта я сделал ее портрет, красивую такой, очень красивая собачка. Вот, и себя, конечно, там тоже. Ну, там такой, как бы, скажем, сложные вещи, какие-то такие, я бы не сказал коллажи, но такие какие-то в голове родящиеся какие-то идеи. Я их пытаюсь схватить вот так вот так и как-то объединить под какой-то общий, как бы, скажем, такой. И это уже у меня несколько работ, и в том числе, недавно здесь была тоже выставка, там тоже продолжение. Ну, это с разных интересных форумов. В Хапсулу была большая летом выставка, там вот они были. И в Пярну вот сейчас. Ну, это такая, как бы, скажем, рефлексия современного художника на окружающий мир. А вот три работы «Трифтихмасла» тоже из-под этим же названием «Сон в летнюю ночь», это уже, конечно, такая, уже целенаправленная маленькая такая критика, такая не критика, а гротеск на нашу опять окружающую действительность. Там у нас есть цветы, которые проходят через все три картины. Под цветами что-то такое темное, такая какая-то такая, в летнюю ночь, сон в летнюю, может быть, в лунную, но все-таки в летнюю, стоит скульптура, скульптура, античная скульптура, на улике Янус, и там внизу бегают мышки, мышки, маленькие мышки, да. Они вот эти мышки, которые справа, да, они дикие совсем, они совсем дикие, они еще не обученные совершенно, но они как-то так знают, что если они проберутся сквозь вот эту скульптуру через рот, туда внутрь, через эту, они получат образование, знания и какую-то, вот какую-то европейскую культуру. То есть среднеземенноморскую культуру, которая представляет собой античное искусство. То есть вот их там она переделывает, и они выходят уже почти что людьми. Там наполеончики, мышки, но уже люди, одеты, соответственно, уже с характерами, они что-то там начинают делать, и сразу же начинают что-то воровать. То есть они тащат какую-то там обломок какой-то скульптуры, а куда они тащат? Вот с левой стороны сидит король, который все эти дары принимает. Вот такая вот какая-то маленькая ирония по поводу нашей жизни. Не обязательно воровать. Это могут быть идеи, это может быть культура, это может быть финансы, все что угодно совершенно. Но вот такой как-то попытался сделать вот такую картину. Моя работа, к сожалению, плохо сочетается с другими художниками, потому что я реалист по своему творчеству. И мне было довольно трудно вписаться в эту тему, но я решила ее обыграть по-своему. То есть я написала довольно реалистичную, как на мой взгляд получилась работа, и назвала ее «Иллюзия реальности». То есть в принципе вся живопись, все то, что мы изображаем, на самом деле это иллюзия, в которую зритель верит и воспринимает ее как реальность. Вы знаете, мне выставка очень понравилась, потому что это выставка настоящих художников. Сейчас очень много, я бы сказал, коммерсантов от искусства, которые, набросав несколько линий, выдают это за гениальное произведение. Здесь чувствуется мастерство, чувствуется интерес к жизни, чувствуется интерес к тому, что они изображают. Это передается зрителям. Я очень рад, что попал на эту выставку, и мне хочется поздравить всех художников, которые участвуют в этой выставке, и сказать им огромное спасибо. Эта выставка целый месяц, по-моему, будет. Так вот, наверное.